Уничтоженные мечети, разрушенные музеи, оскверненные памятники. Размер материального ущерба, причиненного историко-культурным объектом Азербайджана, исчисляется миллиардами долларов США. Эксперта призывает ЮНЕСКО привлечь Ереван к ответственности за содеянное. Организация и так долгие годы закрывает глаза на армянский вандализм, отмечает эксперта. И это несмотря на многочисленные доказательства, обнародованные азербайджанской стороной. В 1917 году МИД Азербайджана обращался к ЮНЕСКО в связи с незаконными, нарушающими нормы международного права, действиями испанских и британских археологов, которые ввели раскопки и различные, можно сказать, манипуляции в Азыхской пещере, в той пещере, где человечество впервые в мире, да, было огонь. И МИД обращался в ЮНЕСКО, но в связи с этим не было принято никаких шагов. Официально Баку заявил, что намерен привлечь ЮНЕСКО к восстановительным работам. Но для визита миссии экспертов необходимо решить вопросы безопасности. Освобожденные территории пока не полностью очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов, оставленных армянскими оккупантами. По мнению экспертов, ЮНЕСКО должна обратить внимание и на фальсификацию армянскими вандалами различных памятников Азербайджана. Армяне настойчиво объявляют Ганзасарский собор армянский, в то время как есть неопровержимые доказательства того, что это Албанский собор. И там несколько лет подряд проводились лапидарные фальсификации, заменялись каменные плиты, заменялись надписи и так далее. И мы не имели доступ к этим территориям для их сохранности, для того, чтобы доказать албанское начало этих памятников. В свою очередь, у ЮНЕСКО нет никаких поводов сомневаться в уважительном отношении Азербайджана к историко-культурным объектам, подчеркивают эксперты. В стране сохраняются, реставрируются святыни, памятники духовной культуры, относящиеся к разным религиозным конфессиям. Азербайджан никогда не позволял себе дискриминации и неуважительного отношения по отношению к памятникам христианства. Мы охраняем памятники албанской архитектуры по всему ореолу Азербайджана. Примером тому является церковь Киш, которая датируется как памятник первого века. Это первый христианский памятник не только Кавказу, и он должен войти в десятку древнейших церквей мира. Еще одним показателем отношения Азербайджана к религиозным святыням эксперты называют армянскую церковь, расположенную в центре Баку. Она периодически реставрируется и находится под охраной государства. К слову, именно в этой церкви представлены экспозиции с фотографиями мечетей, уничтоженных и оскверненных армянскими вандалами. Шмиста Мамедов, Сибиси.